Добрый вечер. Наша недельная глава, это глава Бехар. Обычно это глава Бехар, и следующая недельная глава, они идут вместе, но в этом году из-за весовокосного года они разделены. Я хочу поговорить сегодня об одном очень интересной вещи. Скажем так, меня навело, что стоит поговорить об этом, то, что мы говорили вчера на рюмке чая с Равина. Это вопрос правильного служения Всевышнему, и как раз вот многие вещи, которые происходят в наше время по отношению, то, что называется, поисков духовности всевозможными разными путями, удары всякую мистику и так далее, и насколько это правильно, насколько должно быть. И мы это попробуем разобрать сегодня в нашей недельной главе. На это есть были большие намеки, большой намек в одном стихов нашей недельной главы, плюс мы увидим дальше, как к этому относятся некоторые источники, которые мы сегодня учим. Итак, последним стихом нашей главы Бехар звучит так. Субботы мои соблюдайте, и предсвятилищем моим благоволейте я Господь. То есть есть вот такое сопоставление, из которого Раби Аков Бен Горош, то есть Баля Турим, автор книги, то есть Арба Туры Туры, он, базируясь на гморе в трактате Ивамот, учит, что Тора специально поставила вопрос соблюдения субботы рядом с храмом. Для чего? Для того, чтобы мы выучили, что даже строительство храма не разрешает нам нарушать шаббат. И оттуда мы учим, естественно, разные связи, но это, правда, не здесь, в другом месте, то есть разные, то есть 39 работ, то есть учатся с храмом и так далее. В любом случае у нас есть очень интересная вещь. Тора специально акцентирует, что строительство храма и работы для храма и так далее не разрешает нарушать шум. Очень интересно, почему выражен именно храм для этого дела, то есть, да, что как бы какая-то духовная вещь. Дело в том, что храм, по идее, в нем происходит, скажем так, пик, скажем так, религиозного, духовного ощущения, переживания с точки зрения эмоционального, не только эмоционального, который происходит человеком. Представьте себя, вы находитесь в храме. Вы находитесь в храме, где идет служение, а если в первом храме, когда еще 10 чудес происходят, левиты поют и так далее, все это приводит к определенному высокому духовному настрою, взлету, полетке души, то есть, да, священники служат и так далее, шмена находится. Вау, как говорится. И именно здесь, в этот момент, когда говорится о таком духовном великом понятии, Тора решила, что именно здесь правильное место для того, чтобы предупредить, что ни в коем случае, несмотря на весь этот духовный подъем, не забывать очень важные аспекты, и некоторые аспекты, то есть, галахи, то есть, еврейского закона, который нужно соблюдать. В чем опасение? Тора как бы опасается, что человек, который находится на данный момент в высоком духовном миру, в высоком ощущении и так далее, есть опасение, что он выйдет за правила, которые обычно приняты, и будет не делать по правилам. То есть, он пойдет по своим духовным рвениям. Это то, что будет его направлять, и это опасно. Более того, мы сейчас попробуем, увидим, что мы можем раздвинуть вот это вот предупреждение, которое дал Всевышний, что даже находясь на высоком, большом пике, скажем так, духовного ощущения и переживаний духовных, нужно помнить, что есть правила галахи, то есть, да, и не улетать далеко. И это можно расширить на другие вещи, которые даже существуют во время, когда храма уже нет. То есть, есть еще вещи, которые, когда храма нет, что нужно помнить вот это вот предупреждение. Похоже, то есть, с этим храмом пишет Репхайм из Воложина. Репхайм из Воложина был учеником Виленского Гаона и был создателем Ешива в Воложине, который считается, скажем так, праматерью и прототипом многих-многих Ешив по сей день. И он пишет в своей книге Нефиша Хайм. Нужно знать, Нефиша Хайм была написана, как книга каббалистическая, кстати, то есть она очень такая занимается вопрос духовного мира, и она, в принципе, является ответом на книгу Тани, и как бы критикой, и ответом на эту книгу Тани, то есть Адмур Азакет, первого Реббы Хаббада. И он пишет там, он объясняет очень интересную вещь. Он говорит, что плохое начало человека, Ецер Гара, он пытается уговорить человека очень часто, что его внутренние чувства человека, внутренние позы, внутренние человека имеют огромное-огромное значение, самое высокое значение в службе Всевышнего. То есть таким образом, если человек будет грешить, и этот грех будет сопровождаться хорошими намерениями, то он будет, то есть ему как бы плохое начало будет так работать, то есть Ецер Гара будет так работать, что он показывает человеку, дает ученик человеку, что он идет прямой дорогой, и все хорошо. Я бы сказал, что, скажем так, в русской пословице, наверное, на русской улице, и вообще, то есть ее перефразировали, в благими, то есть дорога в ад выложена благими намерениями. То есть, в принципе, здесь тот же самый эффект глобальный. Имеется в виду, что очень часто плохое начало толкает человека, говорит человеку, показывает благие намерения, что все хорошо и так далее, но это работает Ецер Гара. Дело в том, что Ецер Гара нам может цитировать кучу гоморро, объяснять, то есть строить целые системы и так далее, почему то, что мы делаем. По нашему порыву это правильно. Почему это прямая дорога, в том, что Ецер Гара. Не зря, мы, кстати, в молитве вечерней говорим, это написано в Шахае, но сейчас могу тоже объяснить ту же самую идею, через вечернюю молитву. Мы там говорим, просим Всевышнего благословения после шма, чтобы он нас защитил от сатана, то есть сатаны, как мы называем, перед нами и позади нас. Что это за сатана перед нами, что это за сатана сзади нас? Сатана, который перед нами. Это понятно, то есть возможные, скажем так, вещи, которые нас тянут на всякие нехорошие вещи, всякие соблазны и так далее. А что такое сзади нас? Так вот, сзади нас это тот сатан, это тот Ецер Гара, это плохое начало, который говорит, подходит сзади, давай, вперед! И он говорит, не вперед на что-то плохое, он говорит, вперед на хорошее. Говорит, давай, сейчас будем делать вот это, это круто, это классно, это замечательно. Например, давай мы сейчас будем учить Тору, ночами, ночами, ночами не будем спать. Для чего? Чтобы ты потом упал и не смог вообще больше учиться. Он для этого, то есть он в принципе говорит, давай, сейчас круто, круто, то есть иди за своим внутренними ощущениями, вперед! Зачем? Благие намерения и так далее. Тебе кажется, ты делаешь хорошие вещи, а к настоящему нет. Ты идешь за Ецер Ра. И это вообще у тебя вещь плохая. Иногда он начинает работать так, что объясняет, включает другое, скажем так, объяснение. Смотри, наши праотцы служили так, до дарования Торы, до дарования Торы, Тора не был дарован, наши праотцы, как они служили, они чувствовали, что вот это правильная дорога, они чувствовали, что с точки зрения духовной изнутри и так далее, это правильно делать, и они делали, и давай мы тоже так будем делать. И это правильно, то есть внутренние ощущения, движение к Богу, прикрепляться к Богу и так далее, не обращая внимания на галактические, скажем так, формальные требования. Потому что самое главное – это прикрепиться к Всевышнему. Самое главное – духовное ощущение изнутри. И напротив этого подхода, говорит Рэбхайм, кстати, нужно знать, что этот подход Рэбхайм видел у кого, он видел, что это проблема, этот подход, который я писал, который проблематичный, с точки зрения Рэбхайма и так далее, он видел, что это был подход хасидов, хасидов, то есть хасидов в его время, Рэбхайма. Нужно понимать, эпоха Рэбхайма перейдет на третье поколение после Балшимтова. То есть, да, глобально, то есть, да, Балшимтов, скажем так, любавический адмуразакен, то есть Балятания, он был очень молодным, когда был очень пожилым в Виленске-Гауме. А Балятания, он уже ученик Магида Медзовча, то есть, да, который ученик Балшимтова. То есть, в принципе, почти, то есть, любая, то есть, Балятания и Рэбхайма, они приблизительно в одно время. Так вот, и он тогда видит, то есть, да, что он, то есть, он говорил, он это видел, кстати, это, есть такой подход хасидуте. Есть хасидуте, то он называется абиралишма. А абиралишма – это сделать нарушение во имя Всевышнего. Что имеется в виду? То есть, мы служим Всевышнему по тому, как мы ощущаем внутри души. Например, то есть, то, что если ты еще не готов присоединиться к молитве в душе, то время, галактические временные рамки молитвы, когда должна быть, неинтересны. То есть, я буду молиться не тогда, когда Галаха сказал, что вот в это время молиться, и потом это уже поздно, а я буду молиться, когда моя душа, то есть, требует. Вот против этого выступает, то есть, такого подхода выступает Рэбхайб и говорит, что действительно действия, то есть, по ощущению духовному, внутреннему и так далее, правильно, когда, в эпоху до дарования Торы, с момента дарования Торы Всевышний четко объяснил, как он хочет, чтобы ему служить, как нужно правильно это делать. Всевышний расставил все точки над «и» и показал, как это делаться. Ты человек, не придумывай от себя. Всевышний все расписал. Таким образом, говорит Рэбхайб и поддерживает, то есть, подход какой? Что всякие желания, даже очень духовные человека, непозволительные и не дают ему разрешения нарушать Галаху, нарушать еврейский формальный закон. Это очень важно. То есть, человек, и более того, он говорит, человек может приблизиться ко Всевышнему по-настоящему, исполняя законы и правила Всевышнего. А законы и правила Всевышнего – это Галаху. Это исполнение заповедей, как полагается, как установил Всевышний, как установили мудрецы, которым подал Всевышний право устанавливать Галаху, и через них нужно их слушать, а не так, как я чувствую внутри себя позывы и требования души, так называемые духовные. Потому что там может работать ЕЦРАРА на все это. Это не настоящий, неправильный порыв, это порыв, который выглядит благимен, по-настоящему, там работает ЕЦРАРА. Там по-настоящему работает плохое начало. Понятно, что всем нужно духовные, скажем так, ощущения, переживания, духовная пища и так далее. И понятно, что людям нужно какое-то, скажем так, насыщение духовное, которое находится вне интеллектуального, скажем. Что я сейчас сказал, это, в принципе, законы интеллектуальные, то есть подход и так далее. Ну, на что-то такое сверхъестественное. Но это нужно, чтобы это желание, вот эта нужда, которая должна быть, направлена будет исполняться, наполняться будет правильной дорогой. Почему? Потому что очень часто это так не выглядит. Человек насыщает вот это вот желание, которое внутри него горит, насыщается духовностью, присоединится к духовности и так далее, неправильно. Неправильно направляет. Мне не нужно вам рассказывать, что в наше время есть много всевозможных вещей, всякие там каббала для народа, то есть всякие такие вещи, изучение каббалы. Все пытаются, скажем так, рассказывать о каббале, учить каббалу. То Тора по каббале, то, знаете, Зодиака по каббале, то еще какая-то фигня по каббале. То есть у нас все по каббале. И чем больше говорят про это, то больше людей дойдут. Причем это нормально, потому что люди ищут духовной пищи. И как бы мистические такие вещи, их тянет на каббалу. В чем проблема? Очень часто эти вот, скажем так, уроки, эти обращения направлены к людям, которые вообще у них нет никакой религиозной, скажем так, базиса. И тем более знания, а иногда даже вообще обязанности исполнять запад. То есть оно не стоит на каком-то религиозном фундаменте, на каких-то знаниях, на чем-то. То есть, да, и даже, скажем так, люди, которые многие не религиозны, не соблюдают ничего. Дело в том, что нужно понимать, что каббала, всевозможные, то есть мистические вещи, которые находятся в иудаизме, духовной, это, скажем так, не первейшая часть иудаизма, с которым должен человек встретиться. Тем более, если он не соблюдает заповеди, или он не близок к ним, или у него нет, скажем так, фундамента, на котором он может строить. Кстати, люди, участвующие в этих, скажем так, учебе всяким, каббала, то есть без того, чтобы, называется, учить что-то раньше или соблюдать что-то, они понимают, что можно, то есть некоторые, многие из них, то есть можно приблизиться к Всевышням без того, чтобы исполнять его заповеди. То есть, да, достаточно, чтобы человек хотел духовность, потреблял духовность, сработал над духовностью, без того, чтобы он исполнял формальные законы. Типа формальные законы для слабаков. И это проблема. Хотя есть те, которые говорят, что дайте этим людям учиться и хотя бы это приближать к иудаизму. То есть, давайте им давать эти знания, это хоть как-то будет держать их к иудаизму. То есть, давайте им преподавать каббалу, в связи с тем, что у них вообще ничего там нету еще, не знаний, ничего, но это будет возвращать их к иудаизму. И вопрос, который мы должны задать, к какому именно иудаизму это их возвращается? К какому виду иудаизму? Потому что по-настоящему это не возвращает их к иудаизму. Это их возвращает к извращенному иудаизму. Это возвращает неправильному иудаизму. Это возвращает их не к служению Всевышнего, а к служению себе. то есть и они типа подниматься на взлет кстати между прочим понимать что вот это вот скажем так явление она не только вода есть вообще учить это в мире такое явление называется и так далее она продолжается что есть много раз как и американцы в америке то много не только америке то есть да всевозможные математики врачи интеллигенция вроде люди умные так далее так далее всевозможные люди занимаются наукой вдруг присоединяются каких-то религиозных группам те или другие для чего для того чтобы получить какое-то духовное переживание какой-то духовный эффект какой-то духовное влияние присоединение к чему-то духовному великому и так далее есть многие люди которые едут в индию и там делаются возможно религиозные ритуалы медитации медитации и так далее и так далее почему человек жаждет присоединится к духовности ему это важно ему это нужно и в удаизме есть такие группы которые скажем так ставят во главе вот это вот скажем так постоянные духовные какие-то сопереживания переживания духовные вещи постоянно духовность вроде то есть и занятия вроде духовности духовность так называемые люди называет турата солод тени utilто тура то есть а внутренние разделы тура ошибкой они внешние тура часто относятся к называется а то есть раскрытого тора карта с таким как бы таким с высокомерием нисхождение то есть да как бы раскрытая тона как бы более низкий уровень мы внутренних скоры sout иavic учим скрытые вещи в Торе и так далее. Мы такие духовные. Есть такие группы, это работает. Это приводит кучу народа. Очень много народа к этому присоединяется, прикрепляется и так далее. Почему? Очень просто. Дело в том, что люди ищут чудо. Люди ищут волшебство. Они ищут духовное волшебство, которое ответит на все вопросы, решит их всех проблем. Более того, желательно, чтобы быстро и без заморочек. Намного такой подход намного более привлекательный и намного более притягательный для человека, чем когда тебе объясняют «Дорогой, ты хочешь поднять свою душу, ты хочешь развиться и так далее, тебе придется исполнять много заповедей, тебе придется много работать над собой, тебе придется много учить, много углубляться, много знаний приобретать». Это длиннее, это тяжелее, это менее привлекательно. Это не устраивает какую-то атмосферу мистики, не дает никакого волшебства, резкого решения. А иногда это оставляет меня с вопросами, на которых нет ответа. Иногда это оставляет тебя вместе, что у тебя нет решения и как с этим жить. и таким образом они приводят к выводу, что то, что их должно направлять в их пути, это каббалам, это всевозможные тайны, скрытые, смыслы, торы, движения и так далее. Но это не так. Потому что основная вещь, которую должна их двигать в жизни, для того, чтобы они развивались правильно и так далее, и чтобы это развитие было правильно, и так, как хотел Всевышний, так, как он дал на Синае, так он передал через Мушар-Абейну, так он научил народ, так передавали мудрецы. И дело в том, что если мы откроем Талмуд, 70%, а то больше, чем 70% Талмуда посвящено законам, которые нужно исполнять здесь, и только 30, а то даже и меньше процентов посвящено всевозможным духовным, мистическим вещам и так далее, то есть глубоким. Что это означает? Где центр жизни? Таким образом, нужно понимать, что то, что должно быть, и двигать это голову. Есть очень интересный момент. Вы знаете, есть, когда мы говорим в Шаббат, при встрече Шаббата, после Лиха-Длу-Ди и так далее, и песня, то есть называется «Мизмор Шильям и Шаббат», то есть песня для субботнего дня, перед вечерней молитвой есть многие, которые говорят «Беме-Мадликин», то есть «В чем зажигают» и имеется в виду там идет часть трактата «Шаббат», целый раздел трактата «Шаббат», который описывает, как зажигают свечи, что хорошие для зажигания свечи, связи, тогда «Сбор Мишнайок», то есть законы, так называемые, связанные с Шаббатом. И есть те, которые говорят, в основном, «Кигавна». «Кигавна» это отрывок из зоор. Это отрывок из зоор, который занимается, то есть называется духовной сущностью Шаббата. То есть в принципе этот кусок объясняет, как человек может приблизиться к Всевышнему посредством Шаббата. Таким духовным аспектом. То есть БММ Адликин, который говорит о галахическом, то есть называется, который разбирает законы, то есть в принципе как должен выглядеть Шаббат, как работает Шаббат и Кигавна, который говорит о духовном, то есть как приближаться к Всевышнему через Шаббат. Теперь почти все говорят БММ Адликин, а есть те, которые говорят Кигавна, но не говорят БММ Адликин. В нусах Сфарад они не говорят БММ Адликин, но говорят Кигавн, они его убрали. А в нусах Асфарадынь, то есть идут Амизрах или нусах Ашкинас Кигавна. Мури Вороби, арама Миталь, взех и царит Левраха установил, что в Ешиве будут говорить и то, и другое. И БММ Адликин, вот это список Мишнает, который разделил из трактата Шаббат, и Кигавна, вот это привок из Зо. Кстати, у нас в синагоге, Леня подтвердит, делают то же самое. У нас в синагоге, это, кстати, я ввел, потому что когда я пришел, говорили, то есть БММ Адликин. То есть таким образом у нас в синагоге говорят и то, и другое, как у меня в Ешиве когда-то говорил, то он установил Рауметаль. Рауметаль однажды объяснил, почему он это установил. Почему он то есть так сделал, чтобы говорили и то, и другое, для этого он клал два седура. Потому что в одном седуре есть так, и нету вот так, а в другом, допустим, Леня знает, у него, я не знаю, у него или нет, то есть седурах есть БММ Адликин, но нет Кигавна, или наоборот, есть Кигавна, но нет БММ Адликина. Поэтому Рауметаль клал себе два седура, чтобы он мог говорить и то, и то. Теперь, почему? Как он объяснил? То есть я объяснил, Кигавна это отрывок из Зоор, который говорит о духовных аспектах Шабата и как человек посредством Шабата может прикрепиться к Всевышнему. И с другой стороны БММ Адликин говорит о законах Шабата, то есть зажигание свечей в основном. И здесь очень важная вещь, то есть это соединение двух вещей вместе. Мы должны понимать и знать, что есть духовное приближение Всевышнего и мы должны питаться духовной вещью, но мы должны понимать, что вот это духовное приближение не может быть без того, чтобы мы знали законы, углублялись в законах и исполняли законы. То есть если мы не построим базы для этого духовности, то ничего не будет. То есть без БММ Адликин, то есть без законов Шабата не будет прикрепления к Всевышнему через Шабата. Работать не будет, нужно и то, и другое. То есть мы должны с одной стороны испытывать духовное духовное ощущение Шабата, но это не должно выходить за границы Галахившего. Это похоже на то, что на самом начале, по нашей Динной Главе, то, что называется с одной стороны мой храм, то есть трепещете перед моим храмом, но мы суббота соблюдаем. Снова вернемся к Рабхайму, который приводит и цитирует одно из речений мудрецов, то есть из Бейт-Медраша, из Дома Учения Раби Ишмайля, который в источнике все находится в Тракате Шабат, где рассказывается, что можно продавать мешок с пшеницей, то, что называется с пшеном, добавляя туда каф-хунгтин, каф-хунгтин это немного такой вот скажем так материал, это типа удобрения таких, которые что они делают, то есть оно сделано из песка и так далее, то есть оно что делает, оно с одной стороны вроде бы делает не очень приятно, то есть песок пристает внутри пшеницы, потом придется отмывать и так далее, но с другой стороны это сохраняет пшеницу, без этого это испортится, то есть нужно так хранить имя, то есть в принципе вот это материал, то, что добавляют чуть-чуть, это для того, чтобы сохранить пшеницу, чтобы пшеница была в сохранности, Иребхайм берет вот эту вот идею и переносит ее на что он говорит, то есть на нашу тему, которую мы обсуждаем, он говорит, что можно человеку заниматься духовными вещами, думать и изучать вещи о мирах Всевышнего, как он будет прикрепляться ко Всевышнему и так далее, несмотря на определенное время в течение дня, несмотря на то, что в это время он аннулирует изучение Торы, внимание, тут очень важная вещь занятие по постижением кабалы или так далее, всяких глубинных духовных вещей или сознат, созерцанием как-то прикрепляться Всевышнего является битуль Тора, это не является изучением Торы, это аннулирует время, он говорит, можно это делать, хотя мы знаем, что нельзя аннулировать просто так, время изучения Торы, то есть нельзя делать битуль Тора, но он говорит, что это можно делать, потому что это шумер алик душат алимут, это сохраняет святость учебы, то есть чтобы учеба была не пустой, а не академической, то есть нужно, чтобы она прикреплялась к духовности, для этого нужно использовать как удобрение вот это постижение духовности божественных миров и так далее, и прикрепление к этому, но очень интересная вещь, из-за того, что это удобрение, но не сам скажем так продукт, сам продукт это Тора, изучение Торы и так далее, через нее написал соблюдаемые заповеди, делая то-то, то-то, и для этого нужно знать Тору, и это основное занятие человека, но его нужно удобрять, созерцание, прикрепление духовности, поэтому с точки зрения он говорит, то есть получается из Робхайма, и выходя из этого, он говорит, кстати, говорит Робхайм, что человек должен встроить правильно свою связь со Всевышним, таким образом он должен, то есть вот этот трепет перед Всевышним, духовные миры и так далее, это, скажем так, сохраняющий материал, и с другой стороны, изучение Торы, это сам материал, сам товар, само то, что нужно жить, чем, таким образом он говорит, нужно в день уделять на изучение этих духовных вещей и созерцания, скажем так, и духовного мира приближения к Всевышнему, не знаю, медитации сам собой или углубление в свое соотношение со Всевышним, пять минут, внимание, пять минут в день, пишет Робхайм, все остальное время посвящать изучению Торы, то есть в принципе, если мы скажем, изучению Кабалы и так далее, нужно не более пяти минут в день, потому что не основное изучение, это кстати то, что пишет и Шульхана Рух и другие мудрецы, которые говорят, Рома это пишет, что изучение так называемых глубин Торы не является частью изучения Торы, и ему это можно учить периодически, пока ты насыщишь себя, то есть то, что называется басарваяйн, басарваяйн, мясом и вином, а имеется в виду шасвупасхин, то есть талмудом, знание, то есть Галахо и так далее, и так далее. Это то есть должен себя насытить и между прочим заниматься вот этим духовным, это правильное построение. В наше время, так как мы не настолько духовны, как люди времен Рэбхайма или люди как Рэбхайм, можно выделить больше времени занятию духовности, изучение мусара, изучение духовных миров и так далее, больше чем пять минут, но все равно не забывать, что основное, а что добавочное. То есть что основное, это как раз так называемое то, что некоторые с презрением, то есть говорят Туратанегле, а точнее Галаха, еврейский закон, изучение Туры и так далее, это основное, это тоже строит нашу жизнь, а добавочное для того, чтобы это правильно развивалось, правильно училось, направилось в правильное русло, направлялось это простижение духовных миров и так далее. Таким образом появляется очень вывод важно, очень сильно важно духовный аспект и развитие его в отношении между человеком и Богом, естественно, без этого нельзя, но также важно, чтобы это духовное чувство, духовное приобретение и так далее сопровождались объективным действиями галахическим. Чтобы человек не нарушал алаху, чтобы человек соблюдал алаху, чтобы человек имел базу заудаизма, базу алах, и только тогда он может строить себе духовный мир и только тогда надо заниматься. Иначе его духовный мир, если он будет только этим духовно заниматься, он будет в полном отрыве от того, что хотел Всевышнего. Всевышний не зря заповедь был. Всевышний сказал, вот так вот мне служить, а не вот так. Как раз служба через только духовные миры это для слабаков. То есть человек, который не готов работать и служить и ждет, называется, немедленного духовного подъема, ему не будет. Он будет так обманным. Это тот человек, который пойдет только изучать духовную кабалу и так далее. И не будет заниматься Аллахой, не будет заниматься всеми законами, то есть Алмудом и так далее. Потому что нужно тяжело работать и так далее. И он по-настоящему намного слабак. Потому что для сильных, по-настоящему, духом сильным, и тех, кто действительно хочет разбиться, путь простой. Изучение Торы тяжело, и на это настраивание духовное изучение, на котором выделяется меньше намного времени, чем изучение Всевышнего Сорла. И, естественно, всегда оставаться в рамке исполнения Аллахии. И строить базис для того, чтобы духовно развиваться в базисных вещах, которые нужны. Иначе ты никуда развиваться не будешь вообще никогда. И все изучение кабалы без базиса – пустая трата времени. Это то, что мы учим из недельной главы. Вот это сопоставление между шабатами и храмом. И так это понимают многие наши мудрцы. И так мы выучили из Репхайма. И главное, чтобы мы поняли это все и действительно поднялись и развивались. Стоп! На этом я сегодня заканчиваю. То есть те, кто нас слушал, все хорошего. До свидания. Увидимся! Продолжение следует...